итак здравствуйте коллеги сегодня рассмотрим с вами интересные идеи по рынку конец августа заканчивается наше лето поэтому скорее всего скоро мы увидим хорошее движение до люди вернуться на работу в рабочий ритм и скорее всего будет возобновлено хорошее движение хорошая волатильность по рынку поехали по инструментам начнем мы золотом обращу ваше внимание на дневку очень симпатично смотрится дневка в плане чего обычно с таких консолидаций да мы видим разворот но если мы обратим на меньше той фрэм я потом перейду вы увидите что каждый раз очень агрессивно идут покупки поэтому скорее всего после того как мы пробьем желательно конечно это взять выше да это взять 1796 вот тогда это будет более понятно более четкий сигнал на лонг да на продолжение но тем не менее когда мы преодолеем вот эту отметку там 1788 да в этом районе тут точно также люди которые вот шарты набирали и прятали стопы за эти хвосты будут точно также выходить потому что им будет страшно во первых а это выходные б это то что неопределенность и здесь вверх у нас запас очень большой поэтому естественно что будут крыть шарты то есть кто-то с адекватным риском да за эту свечку поставил кто-то с более таким среднесрочным стопом поставил за эту то есть здесь будет драйвером движения именно стопы этих людей и конечно же лонгисты которые точно также будут торговать и набирать позиции в лонг обращу ваше внимание как и говорил на часовике то есть мы видите падаем 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 сразу же нас выкупают падаем по опять выкупают снова и каждый раз вот мы не можем все равно нас хвосты задерги какие-то идут вверх да вчера прижали точно также на новости или скорее всего это на открытии штатов да в 4 часа по москве поэтому все равно смотрите очень осторожно золото может дать очень хорошее движение вопрос естественно на рынке один и тот же куда вот мое видение это то что если мы пробиваем 96 это наверх и если мы сделаем ложный пробой и опять нас закроет здесь то скорее всего нужно будет смотреть через день объясню как если мы сегодня например делаем пробой возвращаемся обратно сегодня лучше уже не трогать его вот на следующий день то есть там в понедельник вторник да если это будет вот тогда скорее всего уже будет более четко ясно люди будут закрывать свои позиции если это были ланги вот те кто набирают шарты будут продолжать до давить это движение и она будет усиливаться поэтому на второй день после того как сделали ложный пробой тогда рассматривать уже или от нижней границы если дадут точку от 1788 это будет вообще великолепно поэтому два сценария у нас лонг выше 1796 и в случае ложного пробоя смотрим на шарты но на следующий день после этого ложного пробоя поэтому золотом не спешите по нефти по нефти вышли ниже вроде бы все замечательно было откупной бар так хорошо сходили если честно у меня уровень был предыдущего так начерчена но теперь я вижу что вот мы с объемом именно держим вот этот ценовой диапазон не даем или наоборот выкупаем да это все будет зависеть от этой свечки как она закроется но колоссальный объем конечно вышел много прошли сейчас может быть еще один вот такой откат где-то 70 и потом уже продолжим свое падение на мы видим хорошо идем с откатами красиво вот этот тренд который мы набрали сейчас мы потихонечку разворачиваем да и ключевым будет вот как раз выход вот этого объема в какую сторону поэтому смотрим за ценой 6696 я думаю что мы увидим развязку сегодня да если мы закрываемся ниже естественно мы продолжаем шортить никаких лонгах не идет речь если мы закрепляемся выше краткосрочно можно от этой посмотреть цены какой-то лонг до небольшой с очень коротким стопом сразу надо забирать свои цели жадничать не нужно не нужно сидеть и думать вот я сейчас там на 76 буду сидеть мне нужно заберите свое пойдет выше замечательно ваш сценарий отработал вы супер трейдер не отработал ну получили свой законный стоп и смотрите инструменты дальше но сильно сидеть против тренда не нужно поэтому еще раз 6696 рассматриваем на продолжение шерта в зависимости от того как закроется этот день это очень важно потому что видите какой колоссальный объем по сравнению среднедневным да он где-то в этом районе даже находится поэтому нужно посмотреть развязку более не спеша и вальяжно по евро доллару по евро доллару с ничего не поменялось потихонечку на сдает низ единственное что наверное в сотый раз он да покажу каждый раз а то у нас ниже и ниже то есть никакого удовольствия торговать этот инструмент да если вы взяли его долгосрок не проблема но так как мы рассматриваем каждую неделю да какие-то спекулятивные сделки или свин мы хотим побольше до какого-то и волатильности какой драйва там зашли вышли от купили продали то есть более активную торговлю здесь же вы видите планомерно и даже если честно особо в него не запрыгнешь какие-то хвосты каждый раз потом с ни с чего да скорее всего новостные сливы поэтому тяжелый инструмент честно рекомендую каких-то сверх по нему рекомендации не дам посмотрим по технике очередное дно пробиваем обратно видите каждый отказ на откат прошу прощения давят нас каждая выкуп сразу же гасится поэтому тренд пока вниз сказать что-то интересное по нему к сожалению не буду вас обманывать ничего интересного по нему не вижу продолжаем вниз до торговать если кто торгует можно посмотреть от зоны 17 19 но опять же аккуратно потому что стоп должен быть мизерным вот от иара если он больше вы внутри дня просто не высадите это движение это перенос позиции через ночь а это дополнительные риски поэтому не знаю что вам сказать но инструмент смотрится дальше на шартовую модель евро рубль не интересно пока вот доллар рубль более интересный я бы посмотрел на него даже сегодня очень может хорошо и перспективно на фоне падающей нефти сходить поэтому рассмотрите у кого есть такая возможность да кто на московской бирже торгуют кто на форексе вот 74 500 очень симпатичный уровень до хорошую консолидацию нужно будет отыскать потому что сейчас более волатильно начал инструмент ходить если мы увидим здесь более сжатые свечки здесь уже такие более распределенные поэтому на часовике также мы видим движение намного усилилась да если мы здесь вот стояли в консолидации расходили на залили и вот сейчас мы обратно выкупаем обратно инструмент показывает свою силу поэтому 74 500 я бы рассмотрел на ланге по доллар рубль по интересным идеям на этот момент это все буду желать вам хороших выходных хороших прибыльных сделок всего доброго